Здравствуйте, уважаемые слушатели проекта ЕГЭ-70. Меня зовут Диана, и сегодня мы с вами будем разбирать задание ЕГЭ по обществу знанию. Если меня хорошо слышно, просто бы написать плюс в чате справа. Хорошо. Начнем с нескольких слов о структуре занятия. Мы не ставим перед собой целью подготовить вас для сдачи экзамена на 100 баллов. Мы лишь предлагаем организовать вашу самоподготовку таким образом, чтобы устранить некоторые пробелы в ваших знаниях, если они есть, и еще раз проверить себя тем, кто уверен в себе на 100%. Для решения вам будет предложен ряд заданий, время, чтобы подумать и написать ответ в чате. После этого вам будет дан правильный ответ, а также возможность задать вопрос по разбору решения каждого задания. Итак, начнем наше занятие. Первое задание – это задание части B2. Сейчас оно перед вами. Задание части B2 – это задание на соотношение видовых понятий с рядовыми. Звучит оно, как ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию наука. И нужно найти выпадающие из общего ряда термины и записать цифры, под которыми они указаны. Итак, у вас есть 1-2 минуты, чтобы написать правильный ответ. Я вижу ваши ответы. Правильными ответами будут ответы под номерами 5 и 8. Это чувственность и субъективность. Теперь начнем разбирать задания. Начнем с того, что такое наука. Наука – это особый вид познавательной деятельности, направленный на выработку объективных системно организованных и обоснованных знаний о мире. В структуру научного метода входят наблюдение, анализ результатов наблюдения, обобщение, прогноз и проверка. Другими словами, в науке необходимо все доказывать, обосновывать проверяемыми данными, подтверждать теоретические выводы результатами экспериментов, что отличает науку от других форм познания. Начнем с первого ответа, с гипотезы. Гипотеза – это основание или предположение, что относится к науке и является правильным ответом, в смысле не является правильным ответом и не подходит к нашему заданию. Второе – эксперимент. Эксперимент – это проба-опыт. Он тоже относится к научному методу и не является правильным ответом. Третье – доказанность или доказательство, что, как я говорила ранее, относится к научному методу, значит, как ответ не подходит. Четвертое – рациональность или разумность, осмысленность, осмысленность, что также относится к науке и не является правильным ответом в нашем задании. Пятое – чувственность. Чувственность, другими словами, это эмоции. Эмоции не являются структурным элементом науки, поэтому в данном задании это является правильным ответом. Шестое – теория. Теория – это комплекс взглядов, представлений, идей, направленных на истолкование и объяснение какого-либо явления. Теория относится к научному методу и, значит, не является правильным ответом нашего задания. Седьмое – концепция. Или же понимание, что является таким определенным способом понимания какого-либо предмета, явления или процесса. Другими словами, концепция тоже относится к научному методу и не является правильным ответом в данном задании. Восьмое – это субъективность. Это выражение представлений человека об окружающем мире. Это не относится к научному методу, следовательно, является правильным ответом в нашем задании. Если есть вопросы, вы можете их задать в чате справа. Раз вопросов нет, мы переходим к следующему заданию. Это задание части B3. Оно перед вами. Задание звучит следующим образом. Установите соответствие между социальными лифтами и конкретными примерами, их иллюстрирующими. Каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго. Но здесь даны ответы по цифрами, социальные лифты от 1 до 6, и ниже под буквами даны социальные лифты, которые нужно подставить к примерам. У вас есть пару минут на то, чтобы подумать и написать ответ. Даша написала вопрос, почему субъективность не относится к науке. Субъективность — это, как я говорила, выражение представления человека об окружающем мире с его личной точки зрения. В науке не может быть личной точки зрения, так как должна быть точка зрения большинства тех, кто участвует в создании какого-либо доказанности науки. Появились ответы на задания. Правильные ответы задания В3. В первом — это В, во втором — А, в третьем — В, четвертое — Г, пятое — В и шестое — В. Начнем разбирать задания. Начнем мы с того, что из данных предмеров, которые даны по цифрами, нужно выбрать из текста ключевые слова и затем уже устанавливать соответствие. Первый пример — молодая учительница, проработав пять лет в школе, подала заявление о патестации на высшую категорию. Основанием для этого стала ее победа в городском конкурсе «Учитель года». Ключевые слова — это то, что молодая учительница подала заявление о патестации на высшую категорию и в итоге стала победителем «Учитель года», что относится к ее профессиональной деятельности. Поэтому ответ «Б» — профессиональная деятельность. Второй пример — молодой клерк, поступивший в крупную страховую компанию, женился на дочери владельца компании, сразу получив должность начальника филиала. Ключевые слова — молодой клерк женился. Ответ будет «Брак», поэтому ответ под лукой «А». Третья. После окончания престижного юридического вуза выпускник был приглашен на работу в компанию по продаже автомобилей на должность юрист-консула. Ключевые слова. После окончания вуза выпускник был приглашен на работу. Другими словами, он окончил вуз и устроился на работу. То есть это относится к образованию. Ответ под буквой «В». Четвертое. Солдат-срочник после завершения срочной службы подписал контракт на два года. Дослужившись до прапорщика, затем ему было предложено поступить в военное училище, чтобы получить офицерскую должность. Здесь ключевое слово в самом начале примера. Солдат-срочник. Что сразу же можно отнести к службе в армии. То есть ответ под буквой «Г». Пятое. Завершение обучения в техническом колледже и получение специальности позволило выпускнику устроиться работать на современное предприятие в качестве наладчика оборудования. Ключевыми словами будут завершение обучения в техническом колледже позволило выпускнику устроиться работать. То есть здесь тоже учеба, образование, ответ под буквой «В». И последний пример. Врач, проводивший на протяжении ряда лет исследования лечения болезни, собрал материалы для кандидатской диссертации. После ее защиты он стал главным врачом отделения. Ключевые слова. Врач собрал материалы и стал главным врачом отделения. Другими словами это профессиональная деятельность. Ответ под буквой «Б». Если есть вопросы, вы можете задать их в комментариях. И мы переходим к следующему заданию. Задание части «Б-4». Это задание на выбор необходимых позиций из предложенного списка. Задание звучит как «Выберите из предложенного проявления деятельности институтов гражданского общества». У вас есть 1-2 минуты, чтобы написать правильные ответы. Мы получили ответы. Теперь давайте разберем задание. Самое главное в этом задании правильно прочитать и понять вопрос. Вопрос звучит как «Выберите из предложенного проявления деятельности институтов гражданского общества». Самое важное – это проявление деятельности институтов гражданского общества. «Гражданское общество» – это совокупность негосударственных частных объединений граждан, преследующих индивидуальные и групповые интересы. Или же, другими словами, это все социальные структуры и отношения, которые непосредственно не регулируются государством. То есть вопрос можно переиначить, как «Выберите из предложенного проявления деятельности институтов государственного общества, которые не регулируются государством». Это важно. Не регулируются государством. Начнем с первого. Межрегиональный профсоюз водителей дальнобойщиков обратился с инициативой изменения расположения складских помещений и стоянок близ столичного мегаполюса. Ключевыми словами будут здесь, что Межрегиональный профсоюз водителей обратился с инициативой изменения расположения складских помещений и стоянок. Профсоюз водителей не регулируется государством и, следовательно, это является проявлением деятельности институтов гражданского общества. То есть первый ответ правильный. Второе. Министерство по делам печати информации объявило конкурс на производство серии художественных фильмов о формировании гражданской идентичности. Министерство по делам печати регулируется государством. Соответственно, это не является проявлением деятельности институтов гражданского общества. Этот вопрос неверный. Третье. Правозащитная организация «Свобода слова» выступила в поддержку журналистов и предложила принять законы, направленные на гарантию безопасности их деятельности. Ключевое слово «Правозащитная организация», которая выступила в поддержку журналистов. Правозащитная организация не регулируется государством и она является институтом гражданского общества. Следовательно, третий вопрос является верным. Четвертое. Ассоциация творческих учителей начала на своем информационном портале проекте консультирование молодых учителей по методическим вопросам. Ключевые слова «Ассоциация творческих учителей» начала проект консультирования молодых учителей. «Ассоциация творческих учителей» не регулируется государством, соответственно, это является деятельностью институтов гражданского общества и тоже является правильным ответом. Пятое. Следственный комитет Российской Федерации принял к рассмотрению дело о нападении на известного журналиста. Следственный комитет регулируется государством, следовательно, не является проявлением деятельности институтов гражданского общества. Пятый ответ неверный. И последний, шестой. Президент страны иницитировал создание нового инновационного научного центра в подмосковном Сколовом. Президент страны создал, иницитировал создание нового инновационного научного центра. Президент не может создавать сам, так как он, простыми словами, регулируется государством, что не является институтом гражданского общества. И последний ответ тоже является неверным. Правильные ответы первый, третий и четвертый. Если есть вопросы, вы можете задать их в комментариях. Ну раз вопросов нету, большое спасибо за внимание. Сейчас будет короткий перерыв на 5 минут, и мы продолжим.